Ежегодно в Москве проходит фестиваль творчества учащихся детских школ искусства Департамента культуры города Москвы «Золотые страницы русской культуры». «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Эти слова из знаменитого «Авиамарша» дали название фестивалю, стали его девизом и определили цели и задачи, тематику его многочисленных творческих страниц. Юные художники из 28 образовательных учреждений столицы представили свои работы. Они раскрывают следующие тематические направления. Первый полет в космос, покоривший космос, земля в люминаторе, в мечтах о космосе. Одни дети выбрали свои темы. Первый шаг нашей страны в космос – это полет животных, собачек, белки и стрелки. В некоторых работах наших детей как раз изображены полет белки и стрелки, но несколько как бы так фантастическое, в фантастическом образе, потому что дети себе это представляют совершенно иначе, чем это было на самом деле. То есть они собачек изобразили в несколько игривом настроении. Другие дети отразили следующий этап. Это великий этап, когда Гагарин Юрий Алексеевич полетел в космос. У нас есть портрет Нурдинова Даниила, который как раз изображает Гагарина. Далее дети шагнули еще дальше. Следующий этап – это выход советских космонавтов в открытый космос. И несколько работ наших детей как раз предложены именно вот этим вариантом. Цель выставки – не просто продемонстрировать творческие возможности детей. Самое главное – пробудить интерес подрастающего поколения к изучению истории своего Отечества, а также способствовать воспитанию в них гордости за выдающиеся достижения науки, техники и культуры советского периода истории России. Работы юных художников впечатляют интересными композиционными решениями, а также многообразием сюжетов. Кроме того, высокая техника исполнения художественных образов. Елизавета Ивочкина – выпускница детской школы искусств. Свою работу девочка назвала «Космическая нежность». Я совместила в этой работе много интересных сказочных сюжетов, таких как из песни «Красная шапочка» «Кто-то пролил молоко», «Получилась мечная дорога», «Луна как пирога» и выразила это все в одной моей сказке, как представление «Маленький принц». Назвала я эту работу «Космическая нежность», потому что я выбрала самые нежные цвета, чтобы выразить самые лучшие впечатления по поводу космоса, что он нежный и сказочный. Авторы изобразили другие планеты, космонавтов, белку и стрелку. Затронули ребята и такой момент жизни, как празднование Нового года в космосе. Там на орбите все как на Земле – елка, свечки, игрушки. Кроме того, современные дети мыслят и, соответственно, рисуют масштабно и глобально. Даша Глухова назвала свою картину «Космический туризм». Перед нами развитая транспортная инфраструктура космического будущего. Самые популярные цвета картин – нежные, голубой, синий, розовый, белый. Именно в таких тонах представляют ребята космос и другие планеты. В рамках выставки «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью» в галерее Нагорное посетители могут не только ознакомиться с экспозицией работ юных художников, но и побывать на концертах. Участвовать в праздниках будут ребята из детских школ искусств Москвы и, конечно, из музыкальных школ юго-западного округа столицы.